я вас всех еще раз приветствую и кто пути пусть подтягивается но мы начнем переживать нечего снег остановился но мы его не боимся правда и мы будем сегодня говорить с вами в продолжении как бы уже в заключении темы о слове божьем и мы уже говорили с вами несколько проповедей подряд вообще какую миссию слова божья несет в нашей жизни какую функцию она исполняет если вы вспомните хотя бы несколько несколько пунктов вообще для чего слово божье и как она работает вообще в нашей жизни первое вера от слышание слышание да значит что может формировать не может а что формирует нашу веру это что слово слово знание слова чтение слушание то есть когда мы просто читаем когда мы слушаем когда мы впитываем его второе исходя из этого слова это что для нас пищу пища да это пищу слова есть иисус конечно иисус христос но это есть духовное питание которое нужно надо без которого младенец просто умрет если не питать его молочком поэтому господь и говорит что возлюбить чистое словесное молоко возлюбите это молоко как младенец жаждет молока точно так вы возлюбите слово следующее мы говорили о том что слово оно дает нам рождение рождение свыше это сверхъестественный процесс который происходит от присутствия духа святого но как правило всегда семя слова божьего она опускается в наше сердце то есть нам кто-то засвидетельствовал мы где-то услышали нас пригласили в церковь мы прочитали да прочитали о том что человек должен быть с богом что человек должен быть спасен что иисус сделал для чего он пришел и вот это слово это семя она сохраняется и одно возрождает человека дал сверхъестественная работа в паре с духом святым слова действительно спасает прорастает и слова есть иисус христос правильный следующий пункт мы говорили о том что слова приносит божественное здоровье то что исцеление это действительно хлеб который господь имеет насущный ежедневно для своих детей когда мы это слово вкушаем это такое лекарство которое может исцелять не только души но может исцелять и тела наши то есть слово очень важно для физического исцеления слова также важно для нашего обновления ума и мы читаем слове постоянно большим что преобразуйте своим умом преобразуйте а то ваше мышление потому что она может быть старым она может быть наполнена знаниями философскими человеческими но совершенно не духовными не божьими поэтому слово нужно для обновления ума следующее нам нужно слово чтобы побеждать грех побеждать сатану мы видим что когда иисус был искушаем пустыне дьяволом он говорил написано он цитировал писанию цитировал исайю он цитировал псалмы и он противостоял сатане именно вот этим духовным мечом также когда мы боремся с грехом слово божье нам также нужно и очень важный поэтому это такой меч который действительно помогает нам сражаться и слово божье нужно для очищения и для нашего освещения то есть мы как будто действительно слово божье закутываемся как прекрасную такую накидку и мы по слову божьему тестируем себя и сегодня как бы из этой серии последняя хотела сказать пункт но очень-очень важный я думаю что без него наверно вообще ничего не имеет смысла и знаете мне где-то даже будет тяжело сегодня говорить потому что она касается наверно все кто говорит и проповедует в первую очередь то есть вот прежде чем мы говорим это слово а мы должны задуматься насколько она действительно жизни в практической нашей жизни она осуществляется я хочу сказать вам честно и покаяться что очень часто очень часто я говорю и я понимаю что мне как раз нужно над этим и работать не значит что я говорю каждую проповедь и знаете я в этом уже достигла совершенства совершенно нет но вы думаете что когда я говорю вам я учу вас я учу прежде всего себя и когда я работаю там сижу ночью составляю эту проповедь то я обогащаюсь и меня бог обличает меня бог наставляет я думаю знаете что не я держу служение господь держит меня в этом служении потому что я не знаю где бы я сейчас была и чтобы я делала если бы вот я действительно знаете жила бы сейчас как живут все люди но служение дисциплинируют слова дисциплинируют слова очищают слова освещают это его огромнейшая такая знаете миссия сегодня я бы хотела знаете с вами начать так издалека и мы перейдем вот к этому последнему пункту последней такой функции но очень важное слово которое несет нашей жизни но я хотела бы начать издалека и просто порассуждать с вами что что происходит сейчас в мире очень много когда выходишь на различные сайты на различные какие-то просто программы телевизионные видео мы видим что все говорят о приближении а ну как бы эпохи глобализма люди говорят о том что вот частности проходил недавно всемирный экономический форум который вел вот этот вот товарищ клаус шваб который уже 50 лет его возглавляет и они как раз они продвигают вот эту вот идею того что капитализм умер что нужен новый строй что нужно вообще переустройство всего мира переустройство стран они над этим работают они это внедряют и говорится о многих многих вещах о которых принципе говорили на протяжении столетий и писатели фантасты до герберт уэльс и различные люди которые пишут именно такие утопические какие-то сценарии мира они говорят о том что мир обязательно изменится но знаете интересный был такой человек который являлся можно сказать прародителям главой всего авиастроения такой человек его звали игорь иванович сикорский и он очень очень интересный был не только ученый который вообще в 12 лет он построил первую свою модель самолета и к сожалению он эмигрировал сша и больше его все разработки они коснулись и ну они были больше так сказать на американской земле он обогател но он себя считал русским человеком до самой смерти он писал и по-русски по-английски но кроме того он был мыслителем и он был глубоко верующим человека так вот вы знаете он написал книгу такую по-английски она называется invisible encounter невидимая встреча мы с вами знаем encounter мы ездили на encounter и все представляют что это такое это встреча это столкновение так вот этот человек написал замечательную книгу называется невидимая встреча это именно рассуждение рассуждение о боге рассуждение о нравственности человечества рассуждение о том куда общество человечество идет и вы знаете там как бы действительно такие как пророческим взглядом ну как я сказала его мама очень была верующая и она привила ему веру он написал эту книгу 46 47 году эмигрировал он где-то после революции в америку и вот он создал вертолет он создал очень много летательных машин аппаратов и самолеты которые и в первую мировую войну уже служили но кроме того что он был талантливый вот именно в научном плане он был очень высоко духовный человек и вы знаете он сказал что в принципе вот как бы он писал эту книгу 46 47 год тогда когда казалось бы нужно радоваться и смотреть будущее с таким светлым взглядом ожидать этого светлого будущего потому что война закончилась да победили фашизм но вы знаете он сказал следующее он сказал что человечество оно близится он назвал как бы не то что он назвал это как век сатаны но он сказал что мы живем а наша цивилизация это цивилизация фауста фауста это персонаж гетте то есть цивилизация своем духовном росте человечества не идет знаете в высшим каким-то познанием бога но наоборот она скатывается скатывается более близкие отношения не с богом на дьяволом и это на самом деле так и есть и иисус говорю что в последнее время у людей на охладеет любовь люди будут ревнивы люди будут злы своих намерениях далеки вообще от больших принципов и мы видим это с вами на примере революции да там три революции только там в россии первая мировая война вторая мировая война говорят что только в двух мировых войнах я может быть не так не точно можно скажу меньше на самом деле большая цифра 100 миллионов людей погибло людей в этих войнах и это количество оно превышает количество людей погибших за предыдущие несколько веков только две войны унесло то есть мы видим что человечество в техническом прогрессе она действительно прогрессирует но в духовном сожалению деградирует деградирует господь не сдается господь все равно имеет свою милость долго терпит он открывает себя но мы должны понять что почему вот этот человек игорь иванович сиборский он назвал а фаустовской цивилизации да цивилизацию существующую потому что человек живет в договоре с дьяволом вот это действительно договор с дьяволом когда человек думает что он сам себе бог что бог ему не нужен а иногда реально конкретно мы за что и многие звезды и все они идут на сговор с дьяволом и точно так же достижение науки они могут принести я говорила пример расщепление расщепление атома что если если бы это сочеталось действительно если бы это сочеталось с верой в бога то никогда бы не было атомных взрывов бомб смерти разрушения и так далее это бы служил а там служил бы был бы мирный а там скажем тогда но когда веру забирают до или вера игнорируется туда же достижение науки они могут быть не во благо но во зло вот я хочу сказать что сейчас очень много говорится о том что будет великая перезагрузка или говорят американцы грей тресел то есть перезагрузка да и по-разному называют все эти явления то есть что человечество идет как бы после таким знаете сценариям когда она обязательно приходит какому-то взрыву какой-то коллапс происходит определенная какая-то стряска и вот часто вот именно на этом форуме они говорят что будут несколько сценариев они все время говорят что это может быть какой-то климатический катаклизм это может быть недостаток ресурсов там питание да то есть человечество просто будет умирать от голода поэтому перенаселение поэтому должен остаться один миллиард и мы уже знаем все эти вещи что они делают для того чтобы сокращать население но мало кто говорит о катаклизме духовно о катаклизмом духовном который происходит в душах людей да есть верующие люди но мы видим с вами как вот здоровенная махина советский союза который был и который а с которого мы с вами все уехали выросли была прекрасная действительно махина страна да но тогда когда нету в основании вот этого камня как в этой притче один человек построил на камне другой на песке то и такая махина рухнет рано или поздно правда то есть благословенно действительно та страна то государство в основании который бог не человеческие возможности не какие-то проекты просто разума человеческая но если бога убрать то рано или поздно будет коллапс и вот сейчас все говорится о том что будет какое-то новое событие поэтому нужно объединиться нужно чтобы было мировое правительство но забывается и вообще мало говорится о духовном коллапсе о духовном коллапсе и знаете они говорили о том и уже на протяжении 50 лет этот форум рассматривает эти вещи потом есть там другие организации которые занимаются этим может быть как не может быть за точно они преследуют свои цели но тем не менее они говорят о том что перенаселение неправильное использование природных ресурсов да они говорят о том что нужно деиндустриализация да они говорят о том что нужно разрушить суверенитет и государство брать границы то есть чтобы это был и в конце концов с 80-х годов они стали говорить о том что должна быть цифровая революция электронно-цифровая революция то есть должна быть цифровизация общества и мы сейчас видим что происходит ими социальными сетями с контролем электронным да то есть человеку может могут закрыть рот начиная хоть ты президент хоть ты кто происходит контроль всей жизни человека раньше это было невозможно сейчас так как все все информационные просто факты они все в компьютерах сейчас это возможно и постепенно вы слышали такое выражение что людей как бы объединяют мужская загоняют в электронно-цифровой концлагерь но наш бог это не бог цифр это бог имен и если у дьявола у него по цифрам до недаром в концлагерях были цифры то у бога имя и наши имена записаны в книге жизни сказано что он дает новое имя да и у самого бога у него тоже много имен у дьявола цифр для него человек это узнать и гуманоид это это никто это это просто действительно цифры диалог ненавидит людей и ему знаете действительно вот это создание всего этого мирового правительства чтобы для чего это нужно чтобы людей превратить в цифры чтобы людей контролировать чтобы люди были веселья как рабы Почему все это делается? Почему об этом говорится, муссируется? И, кстати, вот этот форум, когда проходил, что там было сказано? Там была сказана одна такая вещь. Там было сказано, что вот эта пандемия, которая сейчас происходит, COVID, она как нельзя лучше дает возможности осуществить сейчас те планы, которые они муссируют вот уже 50 лет. И они говорят, мы будем глупцами, если мы не войдем вот в это узкое окно. Мы видим сейчас, что действительно люди в страхе, люди послушные, люди отдают свою свободу, отдают свободу слова. Почему? Потому что они уже в страхе, в контроле, они могут делать все, что угодно. И вы знаете, часто просто многие люди не понимают вообще, что бы было с нами, если бы мы не победили фашизм. Если бы вот действительно территория Советского Союза принадлежала Германии. Многие думают, о, как бы хорошо жили. Да это был бы тот же самый концлагерь, это было бы то же самое уничтожение людей над людьми, мы делали эксперименты. И вот в принципе, вот это, знаете, просто это часть, вот эта верхушка, так сказать, общества, она и хочет это сделать с остальным всем народом, населением Земли. Но мы с вами здесь для того, чтобы действительно к Богу еще больше приблизиться и понять, что истина только у Него, что самое главное рабство, в которое дьявол нас гоняет, да, неверие, сомнения. Если мы верим в Бога, это у нас никто не должен отобрать. Любовь к Богу, любовь к ближнему. И Господь, прежде всего, хочет, чтобы это было не насильно, Он никого насильно к себе не тащит и всем дал свободную волю. Поэтому мы с вами строим не на песке, мы строим на крепком основании, на Иисусе Христе, на Слове Божьем. И вот мы говорим сегодня о Слове Божьем. Проблема только в том, что многие продолжают строить на песке. Многие хотят надеяться на свои силы, хотят надеяться, что новый президент решит все проблемы. Или что там в другую страну я перееду и все будет прекрасно. Не в этом дело, потому что рано или поздно все это тоже может уйти, аннулироваться, будет там править антихрист, мировое правительство, все. Но самое важное, самое главное, нашел ли человек Бога, начал ли он строить свою жизнь на камне, этот камень Иисус Христос, ничего другого, ничего другого. И знаете, очень многие люди завидуют, завидуют нам, что мы живем в Соединенных Штатах. И знаете, многие думают, что действительно это страна как бы больших возможностей. Но сейчас мы видим, что тот же самый материализм, социализм, коммунизм, это все сейчас наполняет американское общество. И мы видим даже на примере тех законов, которые были приняты, первые законы вот сейчас, новым президентом. Что мы Богом и не пахнем. Законы о трансгендерах, законы о абортах, законы обо всех вещах, которые вообще далеко стоят от Божьей праведности. Но у Господа все просто, Он говорит, ищите прежде всего Царство, Царство моего, Царство Божие, все остальное приложится вам. Материализм, знаете, то, что материя, возможности человека, это выше Бога. Все это продвигалось даже и в коммунистическом обществе. Да, и мы видим, что и в капиталистическом обществе точно так же. Но Господь, Он говорит, что все те вещи, которые нам дороги здесь, на земле, они ничто могут быть в глазах Бога. Материальные, я имею в виду. И правда, и Божья, и истина, опять-таки, записана в Слове Божьем. И знаете, очень часто люди просто не хотят идти к Богу из-за того, что у них много вопросов. Почему Бог допустил войны? Почему люди убивают дру? Почему жестокость? Почему жестокий Верхий Завет? Но вы знаете, мы можем всю жизнь потратить, отвечая на эти почему, и так не ответить на главный вопрос, для чего я пришел в этот мир. Для чего Бог дал мне жизнь? Для чего я вообще слышала в Иисусе Христе, я сижу в этой церкви? Для чего? Вот главный вопрос, для чего? А для того, чтобы мы, находясь вот в этом потерянном мире, Эдеми, который покинул наш прародитель Адам и Ева, чтобы мы обрели его снова через Голгофу, через Иисуса Христа и соединились с Богом. Чтобы уже прийти в вечность детьми Божьими, не детьми дьявола. Поэтому, для чего мы пришли в этот мир? Чтобы узнать о Боге. И каждому человеку будет дана такая возможность, обязательно. Но сегодня я хочу поговорить о Слове Божьем, о Его такой функции, которая называется «зеркало». Если вы записываете себе пункты «зеркало», Слово Божье – это «зеркало». Интересно, да? Казалось бы, ну это две тысячи лет назад писалось, но как интересно апостолы и Господь через них говорит нам о вот этой просто, о таком хорошем сравнении «зеркало». Иакова 1, 23, 25. Библия является для нас «зеркалом». Смотрите, интересно, Господь говорит, «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть первый как бы пункт – в кротости прийти к Богу. Прийти в кротости. И то, что ты слышишь, прими это и будь не только слушателем, но и исполнителем. И здесь говорится очень такая обличающая фраза. «Если ты это не делаешь, ты обманщик». Вы знаете, меня это кольнуло, потому что, вы знаете, очень часто я как бы даю себе в этом плане, знаете, такой как план отхода. «Ну я еще не там, но я как бы туда иду, я стремлюсь». В описании сказано, кому много поручено, с тобой будет много спрошено, да, или будет много спрашиваться, больше спрос будет. И когда мы здесь стоим, проповедуем, когда мы поем, да, когда мы стихи читаем, когда мы кому-то свидетельствуем, знаете, чтобы не получилось так, что мы это говорим, но мы еще сами далеки от этого. И вопрос к нам сегодня, заглядывая в Слово Божье, открывая там какую-то истину, мы что с этим делаем? И вот интересно идем сравнение дальше, Иакова, да? «Ибо кто слушает Слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Каков он? Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть Иаков сравнивает Слово Божье с зеркалом. И он говорит, что в зеркало мы смотримся, и в принципе мы понимаем, для того, чтобы увидеть физическую нашу натуру, физическую внешность, физическое наше как бы нутро. Но Слово Божье, оно открывает нам духовное наше нутро. И поэтому дьявол и атакует Слово Божье, и искажает его. И много веков подряд Слова Божьего не было вообще у церкви. То есть там было все на традициях построено и все. И в Слове Божьем мы действительно видим наши внутренние черты, наш характер, может быть, который требует изменения, нашу природу. Слово Божье нас обличает. Отвечает вопрос, когда мы это видим, как в зеркале, когда мы это слушаем, когда мастер Лена проповедует, когда ты Слово читаешь, что ты с этим делаешь? То есть в зеркале мы видим внешние изменения, в Библии внутренние наши вещи, которые нужны нам. И один человек сказал, я уже цитировала, что помни, когда ты читаешь Слово Божье, на самом деле она читает тебя. Она читает тебя. То есть Библия нас читает. И вот я сейчас хочу просто у вас спросить, были ли у вас ситуации, когда вы реально открываете Слово Божье, и Библия тебя читает? И ты получаешь обличение, и ты понимаешь, что только Бог вот это видит, да? Я не хочу, чтобы сейчас там было раскрытие личных грехов каких-то или что. Но были ли моменты в вашей жизни, когда реально Слово было для вас, зеркало? И какие-то вещи, которые, может быть, тебе говорил, там, и сват, и брат, и пастор, и кто? Ты не видел, но ты открываешь Слово, и зеркало тебе это показывает, Слово Божье, зеркало Слово. Были ли такие вещи? Можете нам рассказать, пожалуйста. Посвидетельствовать. А я вот не подняла вопрос. Значит, были ли в вашей жизни ситуации, когда, открывая Божье Слово, Бог так проговаривал через Библию, Он показывал вам именно ваше внутреннее состояние. Может быть, ответ на проблемы, может быть, те вещи, которые вы не видели. То есть, реально, как зеркало показывал вашу жизнь Господь, через Слово. Кто может посвидетельствовать? Таня. Ну, у меня немножечко, как бы... Вчера у меня есть несколько духовных сестер и братьев, с которыми я никогда не виделась в своей жизни. Но эти люди уже на протяжении, ну, где-то от 4 до 6 лет, мы вместе и растем в Слове, возрастаем в Боге. Ну, я так надеюсь. Ну, вчера у меня был такой разговор с одной из сестры, с Людмилой. Людочка, она... Ей дано Богом такое созерцание глубокое. Вот она может на расстоянии видеть состояние физическое. Ну, ей это дано. Но я ее все время предупреждаю о том, чтобы она все время советовалась с Господом. Перед тем, как помочь кому-то, скажем, даже мне, да, или своему сыну, или дочке. И она должна сначала помолиться и спросить благословения Божьего. Прощать от Бога. То есть сравни свое откровение с Божьим Словом. С Божьим Словом. И вот вчера мы с ней, и мы так с ней вчера... Я же очень эмоциональный человек. Я, видимо, ее немного обидела тем, что я сказала, что... Слушай, вот эти все твои молитвословы, которые еще от религии, которые вот от ортодоксальной там религии, от православия и так далее, ты пользуешься ими. Ну, из-за того, чтобы в Божьем Слове, в Библии есть такие молитвы. И Давида, и Исаии, и очень много молитв, которые мы можем применять в своей жизни. И вообще Слово уметь надо применять в своей жизни. Не просто читаешь и получаешь откровение. Надо как жить по Библии. Мы учимся применять в жизни Слово. То есть это необходимо. Это необходимо. Практически. И вот вчера у меня такой остаток был на душе, нехороший. И, в общем, так получилось, что прервался разговор на этом Саратовской области, какие-то земляные хутора, где-то она там живет, оторванная вообще там от мира. И сегодня утром я открываю Библию. Что вы думаете? Я считаю, Идаркова третья глава про язык, про свои эмоции. Представляете, то есть вот Бог настолько меня сразу раз и обречил. И я звоню ей, уже мы едем в церковь, говорю, «Жуточка, ты прости меня, пожалуйста». «Да что ты, дорогая родная моя? Да кроме тебя, кто мне скажет?» Вот понимаете,